Здравствуйте! Вы думаете, легко начать разговор, когда видишь вообще такое количество людей? Понимаете, мультипликация – дело такое, там где-то сидишь анахаретом в темноте, тебя не видно, не слышно. Персонажи, с которыми мы имеем дело, они бессловесны. Поэтому, когда выходишь после долгого молчания с павильона, голос осевший, и вообще не знаешь, о чем говорить. Я так понимаю, что все равно помочь вы мне должны, своими вопросами. И может быть, я что-нибудь новое узнаю о себе. Юрий Борисович, скажите, пожалуйста, как правильнее говорить – анимация или мультипликация? Вот знаете, как-то одна зрительница сказала, сейчас все говорят – анимация, анимация. А вот когда была мультипликация, она была лучше. Для меня и то, и другое слово не очень точно определяет суть этого вида искусства. Обратите внимание, я говорю не жанр кино, а вид искусства. Потому что мне кажется, что мультипликация, если говорить по существу, это что-то особенное в кинематографе. И что от нее ждать, честно говоря, я сам не знаю. Но количество сюрпризов, которые она приносит и принесет, еще нам надо будет разгадывать. Юрий Борисович, скажите, пожалуйста, какое художественное образование вы получили? Ой, боже мой, какой трудный вопрос. Понимаете, строго говоря, я не имею никакого художественного образования. Такая история. Вот ведь странные какие парадоксы. Раньше на студии «Союзмульфильм» мне долго не давали возможность самому делать фильм, именно по причине отсутствия у меня высшего образования. Как говорил директор, впрочем, я на него не очень-то и злюсь, все равно он был хороший человек. Как говорил директор, а этот неуч получит фильм только через мой труп. Вот такое было. Но потом, когда были сделаны несколько фильмов, мое отсутствие образования уже было моим плюсом. Потому что, пожалуйста, нет образования, смотрите, какие фильмы делали. Понимаете, я такой хронически и не поступал в учебное заведение. У меня не получается с этим. Я всегда плохо сдавал экзамены. Кстати говоря, здесь вот сидят студенты, я несколько человек вижу высших режиссерских курсов, у которых я тоже принимал экзамены в числе общей комиссии. Я смотрел на них и думал, вот я им задаю вопрос, а вот если бы мне задали вопрос, я бы не ответил. Это необходимость собраться вдруг в одно мгновение. Это, в общем, определенный дар. У меня это не получалось. Я мгновенно терялся и, в общем, со стороны выглядел абсолютным идиотом. Но когда ты один, сам с собой, о чем-то думаешь, никто тебе не мешает. В конце концов, никто тебе не мешает читать книги, и смотреть, слушать музыку, и смотреть живопись. Это совсем другое. Ты приближаешься к самому себе. Вообще, на самом деле, искусство – это такая область, которая позволяет тебе приблизиться к самому себе. Потому что самый гармоничный человек тот, который адекватен себе. Я все-таки как-то пытался определить, что такое культура. И все-таки культура – это не количество знаний. Это твоя способность видеть в небольшом мгновении огромный кусок жизни. И вот если ты пробираешься через это микроскопическое какое-то существо, это может быть божья коровка или муравей, если ты способен увидеть, проследить за его путем, а все, что соответствует его жизни, вот в этом его гармоническом царстве муравьином, вот мне кажется, тогда ты способен чувствовать и другого человека. Это дальше переход внимания, твоего внимания к детям, как они себя ведут. Или твое внимание, как сегодня, да просто как идет старуха по улице. Просто как идет по ледяной улице. Вот и все. Насколько ты способен сочувствовать ее этому движению и вздрагиваешь вместе с ней, вот настолько определяется качество твоей натуры. Юрий Борисович, не могли бы рассказать, что помните о своем военном детстве? Понимаете, я не могу сказать, что я помню о военном детстве. Поскольку я родился в 41-м, но я запомнил некоторые детали, детали очень существенные. Кстати говоря, эти детали даже вошли в сказку сказок. А вообще, я должен сказать, я был счастливый человек в детстве. Ну хотя бы потому, что были мама и папа, был брат, был дом, была комната. В то время комната, это было большое богатство. Поскольку иногда в комнате жило по две семьи. Брат играл, учился на скрипке. Поэтому дом был просто наполнен звуками скрипки. Папа был, папа обладал совершенно феноменальным слухом. Я слышал, как он свистел, он свистел Вагнера наизусть. А это очень сложно. Он свистел Шуберта, это были два его любимых композитора. Я все думаю потом, откуда, откуда это все взялось? Почему у него такая тяга? Он читал огромное количество литературы. Не имея высшего образования, он знал высшую математику. А работал он наладчиком деревообрабатывающих станков. Я еще не знаю, кто бы я был, если бы у меня не было этого папы. АПЛОДИСМЕНТЫ Теперь, Борисович, у вашей жены необычное имя, Франческо. Где вы познакомились и стали вместе работать? Как это случилось? Дело в том, что вот все кадры, которые здесь видите, вот картинки, это все рисовала Франческо. Я тут должен сделать сноску. Обычно на фильме мультипликационном работает, ну, как минимум, человек 7-8 художников. То есть, есть художник-постановщик, который сочиняет изображение, но еще есть художники, которые должны все это исполнять. То есть, делают декорации, там, персонажи и так далее, и так далее. Франческо делает все это одна, одной рукой. Впрочем, я иногда ей говорю, знаешь что, ты слишком хорошо рисуешь, пожалуйста, левой рукой рисуй. Потому что хорошее рисование, оно твое, оно ничего хорошего не приведет. Как говорил Пушкин, бывают странные сближения. У нас с Франческой действительно странные сближения, потому что мы учились в художественной школе, была такая в Краснопресенском районе, у Планетария, в старом особняке. Кстати, там учился Эдуард Назаров, которого вы знаете по знаменитейшему фильму «Жил-был пес». Там учился Валентин Караваев, фильм «Похождение попугаев». Там же учился Володя Попов, «Каникулы в Простоквашино». В общем, школа была кузнецем мультипликации, понимаете. Наверное, потому что там были очень культурные преподаватели. Это удивительно. Я вспоминаю школу эту с благодарностью бесконечной. Я учился в одном классе, Франческа в другом, но о ее существовании я не предполагал, я только слышал, что какая-то девочка, у которой очень красивая коса толстая. А она обо мне слышала, приходил к ним директор Наталья Викторовна и говорила, а я человек был очень такой, знаете, как говорят в Белоруссии, неурымзливый. Я, если рисунок не получался, я его рвал к чертовой матери, выбрасывал и начинал новый. Правда, Эдик Назаров всегда говорил, слушай, старик, ты всегда плохо рисовал, ладно, оставь. Так вот, я начинал новый, без всяких комплексов. Так вот, она мне потом рассказала, что она слышала, к ним приходила класс Наталья Викторовна и говорила, опять этот рыжий порвал свой рисунок. И все бегали смотреть, что там, что он там порвал. Потом Франческа, как я уже теперь знаю, она ушла во ВГИК учиться, а я благополучно никуда не поступил. И вот так, благодаря хроническим непоступлениям, я оказался в мультипликации. Видно, это было последнее прибежище, когда, так сказать, Бог распорядился, сказал, ну ладно, будешь здесь, и показал мне палец. И вот, действительно, бывают странные сближения. Когда уже мы с Франческой встретились, поженились, у нас появились дети, я как-то разбирал ее рисунки и вдруг обнаружил один рисунок. А рисунок такой, кто бывал в Пушкинском музее на первом этаже в итальянском дворике, там в складках колонны стоит плачий монах, черный такой, скульптура. И вот однажды, гуляя по Пушкинскому музею, я, мы были с приятелем, я вдруг обратил внимание, как сидела девочка и рисовала, ну девочка, девушка, лет 17-18 лет, и рисовала с такой точки этого монаха, мне очень понравилось. Она выбрала такую точку, что монах выходил из этой колонны. И вот, разбирая много позже рисунки Франчески, я вдруг натыкаюсь на этот рисунок и говорю, так это была ты? Вот такие бывают сближения. Скажите, почему вы требовали, чтобы Франческа рисовала хуже? Да, действительно, какое-то странное требование к художнику. Все говорят, нарисуй, ты рисовать не умеешь, а я говорю, нарисуй хуже. Да, потому что... Я все время говорю Франческе, знаешь, Франя, пусть карандаш будет стесан по ступицу, просто вот, чтобы им невозможно было рисовать, чтобы ты пробиралась к этому штриху, чтобы не было вот этой такой легкости, так вот, вот ты гуляешь, порхаешь над... Чтобы было напряжение. А Франческа потрясающий мастер. Она действительно обладает невероятным мастерством. Но это как раз то, что мне не нравится, когда она это мастерство начинает выкладывать в изображении. Почему не нравится? Да потому что ее мастерство, эффект, начинает идти впереди художественного содержания. И поэтому, как только я вижу, что Франческа начинает ловко рисовать, и самое главное, ей начинает нравиться очень, она любуется, а это сразу видно, она любуется тем, что она сделала. Вот в этот момент я говорю, дорогая, руку привяжу, возьми карандаш в левую руку. И если ты будешь лихо рисовать левой рукой, я говорю, карандаш привяжу к локтю. Это все, видите, это на самом деле... В этом есть своя логика. Почему вдруг в какие-то моменты Гоя бросал кисти, рисовал буквально пальцами, локтями, тряпкой? Это было нечто, что он потом не мог повторить. И на самом деле искусство как раз в неповторимости. Когда я читаю там, что там студент такой-то приласкал и восхитился им, там, учитель, чуть ли не репен, как он это нарисовал, и сказал, только не трогайте. И, значит, дальше этот художник счистил все и начал заново, чтобы доказать, что он может и второй раз так же нарисовать. Но дело в том, что это, конечно, все хорошо, это все ремесло, но это еще не доходит до качества искусства. Вот такая история. И изображение, которое менее эффектно, которое более сдержано, оно всегда гораздо более содержательно. Какие самые великие портреты Рубенса и вообще великая живопись? Да не та, которую он там расписывал, эти потолки, эти огромные холсты с этими задницами и все. Совсем не это. А это портрет его жены, портрет камеристки. То есть это портреты, которые обладают невероятной скромностью, но и фантастическим содержанием. Рембрандтовские портреты. Какие его портреты великие? Да те, которые он начал писать после 30 лет. Когда он по существу потерпел страшную трагедию, потеря жены, за долги списано все его состояние. Он буквально опускается, опускается ниже уровня земли. Он живет уже где-то в полуподвале и живет только на средства, которые он получает от учеников. И вот в этот момент он начинается как тот великий художник, которого все знают. Но он и до этого был уже великим, только еще не был таким, той степени великим живописом. У него был глаз великого человека. Все знают пятку блудного сына. Вот то самое величайшее произведение, которое висит в Эрмитаж. Все говорят, пятка, пятка. Если кто помнит, эта пятка, она уже началась у него чуть ли не в 25 лет. У него есть композиции апостол Павел. Сидит старый человек, бороду теребит. Одна нога в сандалии, а другая нога поставлена на сандалии. Такую деталь мог увидеть только человек, который обладал очень внимательным взглядом. Уже по этой детали можно себе представить его быт. Можешь себе представить, что его нянька или его бабка или его мать пришла откуда-нибудь с какого-нибудь там схождения на рынок с тяжелыми сумками, ноги отекают. И я вспоминаю свою тетю, которая говорила, ой, сыночка, подай мне тапочки, у меня отекли ноги, я не могу больше в туфлях ходить. И я ей тащил там тапочки, и я видел эти опухшие ноги. Так вот, у Рембрандта эти опухшие ноги, они прошли просто через его жизнь и закончились пяткой блудного сына. Такая вот история. Юрий Борисович, у ваших персонажей удивительные глаза. Как достигается эффект живого взгляда, буквально следующего за вами? И еще вопросик маленький. Как вы придумали сделать волчку абсолютно разные глаза? Кадр должен смотреть. Это относится не только к персонажу одушевленному, это и не одушевленный персонаж. Дом тоже должен смотреть. Дом должен быть с глазами. Мертвый дом с глазами без глаз, но он тоже, в нем тоже должно быть заложено. У него нет глаз. И в этом его мертвенность, но в этом его образность. Однажды я зашел к своей приятельнице и на стене увидел фотографию. Фотографию котенка. Здесь нет ее. Фотографию котенка, которого только что вытащили из воды. Его кто-то сфотографировал. Из какого-то французского журнала. Причем этот лист был скомкан. А фотографию эту нашел на помойке ее сын. Вот, кстати, к вопросу о внимании. Понимаете? Он вдруг увидел глаза, которые смотрели на него из этой помойки. Вот он вытянул оттуда лист, расправил ее и увидел этого котенка. Фотографию. Ну, а дальше я принес эту фотографию. Она у меня до сих пор в студии лежит. И говорю, вот, пожалуйста, вот глаза Валчика. И на этой фотографии у котенка, у него разные глаза. Это просто, понимаете, это почти, его глаза почти цитата из Булгакова. И один глаз он куда-то смотрит вглубь, а другой горит невероятным огнем. То есть он находится, так сказать, на половине пути туда и на половине пути обратно, поскольку его вытащили из воды и спасли. Вот, собственно, эти глаза мы и Валчику дали. Когда мы сняли этот кадр, то даже кинооператоры нашей студии, которые очень профессиональные, они по-своему сказали, как вы это сняли? Вот, пожалуйста, вам условия узости, которые в результате раскрыли твою фантазию. Об этом можно говорить много. У меня, наверное, не совсем обычный вопрос. Вот сейчас уже все, кажется, согласны с тем, что когда творец, художник вот создает свое произведение, то им руководит, ну, какая-то высшая сила, какой-то надчеловеческий разум. Вот я хотела вас спросить, вот «Ежик в тумане», вы находите там какие-то глубинные течения, которые, вот, вроде бы вы не закладывали туда. Понимаете, на самом деле, честно говоря, этот фильм мне так надоел. Как сейчас говорят, он меня достал. Я не к тому, что, я не кокетничаю, что, мол, да что там, пустое. Этот фильм очень тяжело достался, поэтому я не могу уже, хотя бы поэтому я не могу о нем говорить там, мол, да что там, мы можем вообще еще и не то могем. Я тут немножко напомню истории. Когда был сделан фильм «Лиса и Заяц», мне позвонил один человек и сказал, значит, я сказочник Сергей Козлов. И хотел вам показать сказки свои. И действительно принес сказки, наверное, штук сорок. Я их прочитал, но остановился только на одной. «Ежик в тумане». И знаете почему? Не потому, что там был какой-то сюжет, там сюжет, в общем, пустяковый, не в этом дело. Эта сказка, она вдруг вызвала у меня какие-то ассоциации, которые, казалось бы, вообще давно должны были у меня сдохнуть в душе, и вдруг они опять вот через текст проявились. Я в детстве, в Майдной роще, когда мне было лет шесть или семь, однажды выйдя на мостовую, а мостовая у нас была булыжная, это был октябрь месяц, это была пора, когда сечет снег сухой, он как крупа, он просто бьется о камни, прошит, летит, катится, как крупа по камням. И булыжная мостовая, она как будто засевается этим снегом, и вся становится такая исчерканная. И вот я увидел, едва ли не сказал кадр, я увидел, как лист кленовый цепляется за камень, будто бы вот здесь, в этом цепляне, вот в этой сцепке, вот вся его жизнь, вот он улетит и все кончится. Ниша, все дело в том, с каким, какой мир, вот ты должен оставаться самим собой, ты должен весь свой мир туда внести, вот в это самое крохотное действие. Если так, если по такой системе, если так идет работа, то, ну не может не получиться, то есть может быть ошибка, может быть хуже или лучше, но это всегда вызовет все равно ответную реакцию у человека. О, ежик озвучивала моя любимая, дорогая Муся Виноградова. Она озвучила очень много персонажей вообще в мультипликации, она, как правило, мальчика позвучила, такая травестия, она редкостно талантливая была. Она пришла, я помню, на озвучание, так посмотрел текст, а там текст-то, понимаете, ну крошечка, вот весь текст. И она говорит, а, чего-то посмотрела. Я говорю, да, текст немного. Когда мы стали работать, там действительно текст-то вот горстка. Часа два, она вышла совершенно измочаленная. Но потом мы с ней встречались, она говорила, вы знаете, Юра, я сейчас выступаю, я выхожу и говорю, я ежик в тумане. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Как вы относитесь к компьютерной анимации? Вы знаете, я думаю, что я сейчас буду отвечать, и многим покажусь ретроградом, будут сидеть, смотреть на меня, как на человека, который не понимает, так сказать, как это круто. Я отношусь к ней отрицательно. Не потому, что я не приемлю компьютер, не дай бог. Куда от него денешься? Я отрицательно отношусь по очень простой причине. Абсолютное большинство, сидящие за компьютером, осознают в себе ложное ощущение творца. А на самом деле они не творцы. Мне говорят, Юрий Борисович, вы ничего не понимаете, компьютер это тот же карандаш. На что я должен сказать, позвольте, карандаш управляется человеком. Он сам по себе не двигается. Компьютер управляется человеком, там нажал кнопку, и там еще десятка операций, которые будут сделаны без тебя. Пока я вижу только мертвые фильмы. Это фильмы, где... Ну, понимаете, я человек неверующий, но я должен сказать, где не оставил свой след Бог. Вот что. И я все время говорю одно и то же. В компьютере нет божественной ошибки. А божественная ошибка, она возникает тогда, когда карандаш, он подчиняется не просто твоему разуму, не просто биении сердца. Вот все это вместе складывается, и эта пульсация, она потом на кончике карандаша. Я где-то читал о ткачах, которые работают при узком свете луча, под узким лучом. Они не могут работать, когда широкое световое поле. Им нужно видеть только маленький кусок. Вот это есть... Вот это, можно сказать, вот это божественно. Здесь открыто, казалось бы, такое поле. Ты бросаешься, не знаешь просто за что браться. Вот сейчас, ребята, я всем расскажу. А в результате ничего не рассказывает. Вот то кино, которое я смотрю, оно оказывается... Оно оказывается профессионально сделано, грамотное, проработанное, так сказать, своей профессией, движением и все прочее. Но там не застрял дух. Как сказал, по-моему, Флорецкий, это не проработано духом. Вот это самое важное. Это должно быть проработано. Не могу ничего другого добавить. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Под Курск, там городок Курчатов есть такой. Там была выстроена церковь. Они поехали ее расписывать. Но потом все уехали, он остался. Он там женился и венчался в церкви. Еще не расписанная церковь с серыми стенами. А теперь она расписана вся снизу доверху, под купол. И когда я приехал туда к нему в гости, у него же четверо детей, я приехал к нему в гости и увидел вот всю эту внутреннюю рубашку, расписанную рубашку церковную, расписанную. Вообще, это впечатляет. Там пространство церкви чуть поменьше площади, чуть поменьше вот этого пространства. Так что, понимаете, какая огромная там работа. Была, в общем, я за своего сына рад и доволен своим сыном. А у меня еще есть дочка. У нас есть дочка Катя, которая, к сожалению, живет в Сан-Франциско. Там у нее двое детей. Девочка родилась здесь, там родился сын. Внучке моей старшей, 14 лет. Она как-то мне недавно позвонила и вдруг говорит, дед, слушай, а ты Санат Шекспира читал? Я говорю, ну, конечно, читал. Я говорю, я только по-русски. А ты можешь по-русски их прочитать? Я говорю, ну, я, в общем, наизусть, я думаю, что десяток сонетов я еще помню. И стал я читать по-русски. А она мне оттуда из Сан-Франциско их читала по-английски, но на староанглийском. Я ей доволен. Георгий Борисович, вот как Вы считаете, судьба художника, она должна быть тяжелой, трудной, или он может быть счастливым без ущерба для собственного творчества? Не может он быть счастливым без ущерба для собственного творчества. Понимаете, он может вступить в такую полосу благополучия, когда ему кажется, что он все может. И с этого момента начинается его падение. Дело не в том, что он должен пребывать в состоянии неуверенности. В конце концов, если постоянно быть в этом состоянии, то ты вообще ничего не сможешь делать. Но точнее других на этот вопрос ответил Гоген. Он сказал, страдания обостряют талант. Но когда их слишком много, они его убивают. Вот тут должна быть мера, но без переживания, я не знаю. Понимаете, вот я сегодня смотрю кино, вообще в последнее время, по-моему, уже телевизор не включается у нас в студии просто сутками. То есть буквально мы уже невозможно ничего смотреть. В том числе и даже в последнее известие. Так вот, невозможно смотреть это изображение. Понимаете? Оно не проработано, не то что там духом. Оно вообще ничем не проработано. Оно проработано только башлями. Такой вот кинематограф. Как говорил Рудольф Баршай, когда он, значит, дирижил его там оркестром для мультипликации, а там, так сказать, платили по секундам, и он говорил, поднимая палочку, включаем башлемет. Так вот, тут, понимаете, тут башлемет уже идет вообще, так сказать, залпом в очередь из всех батарей, и никого не интересует отдельная человеческая судьба. Но происходит такой момент, когда, в конце концов, зритель привыкает, и если вдруг появляется другое кино, он уже его не приемлет. И, в конце концов, наступит момент, когда публика будет так обработана вот этим облучением, что никакой Чернобыль с этим не сравнится. И я смотрю вообще с печалью на будущее кино. Хотя, хотя доходят слухи иногда там от моих товарищей, что там или сям появился документальный фильм, или кто-то работает над игровым фильмом, и фильм о человеческой судьбе. Ну, дай бог, может быть, что-нибудь и появится. Не знаю. Пиктор Ильич, вы уже много лет снимаете «Шинель». Вам не кажется, что вы просто увязли в гуколи, что именно он вас не отпускает? На самом деле, я себя не отпускаю. Гоголь здесь ни при чем. У китайцев есть поговорка, чтобы тебе жить в эпоху перемен, такое проклятие. И вот мы, работая над фильмом, попали в эту эпоху перемен. Когда все единым разом, все сломалось. Когда мы выскочили из павильона в 86-м году. Боже мой, здесь сидят молодые люди, которым, по-моему, меньше лет, чем лет, которые потрачены на работу над «Шинелью». Мы снимали с 81-го по 86-й, но тоже с огромными перерывами. Перерывы доходили до года. Конечно, скажут, это гоголевщина. На самом деле не гоголевщина. Это действительность. Это наше отечество родное. И тут ничего не поделаешь. Когда я приходил к начальству, вспоминая историю, я приходил к начальству и говорил, Жуковский высшей категории оператор. У него зарплата должна быть 250 рублей. Зарплата была 220, а вот 250 уже зарплаты не давали. И Жуковский сказал, ну, все, работать я не буду. Есть какое-то достоинство. Вот я стою столько-то. И это было понятно. Я говорю, Саш, ну, давай я тебе из своих денег буду. Он говорит, почему это я должен вообще из твоих денег? Что это такое? Я сам зарабатываю деньги и должен. Год ситуация эта длилась. Через год все равно дали зарплату, но год мы не работали. А потом вот пошла вся эта кутерьма. Я не в оправдании. Тут еще один момент очень сложный. На Шинели я столкнулся с такой драматургией изобразительной и литературной, что, пожалуй, ничего похожего за всю свою, так сказать, ну, условно говоря, практику мультипликации я не снимал и ни с чем, похоже, не сталкивался. Я всегда говорю, что нарисовать драматургическое изображение, не фигуративное, гораздо сложнее, чем сделать реальный предмет нарисовать. Поскольку реальный предмет нарисовать – это выучка обыкновенная. А вот эта штука, которая не поддается никакому, это не обучаемо. Это совсем на другом уровне. Это вообще на других сферах этих голосов перекличка. Там все другое. И я вспоминаю, когда мы только начали фильм «Шинель» снимать, я же предполагал, что будет Акакий Акакий. Все по такой накатанной системе. Обычно там есть некие персонажи, которые там где-то такой шевелятся. Но когда мы начали снимать, я вдруг увидел, что здесь совсем другие обстоятельства. Здесь совсем другая подробность. Вообще, обратите внимание на, скажем, на человека, который подсчитывает деньги, у которого нет денег, он подсчитывает буквально копейки. Как подробно он действует, как подробно двигаются его руки, его лицо, как он участвует в этом во всем. Это не те лихие такие, которые все, так сказать, на скоку, на джипах, заезжая там в любое место, проскакивая везде на любой свет. Здесь совсем другая подробность идет. Это был космос, о котором я не предполагал. Хотя, жил я в Марьиной роще, жизнь была не очень, так сказать, ну, уютная, не очень комфортная. Это мягко говоря. Все, кто родился в 41-м, они это знают. Там было много и счастья, и горечи, и всего. Но подробности, которые я видел вокруг, они так и остались во мне. Я видел этих старух, которые потеряли своих мужей, и которые выходили на двор, во двор погреться на солнце, нюхая табак. У них слезились глаза. И их память была совсем где-то там, в другом месте. Они жили совсем другой подробности. Я это называю принцип обратной перспективы в чувствах. Туда, окунаясь туда, в свою память, ты раздвигаешь там это пространство. Вот она, обратная перспектива. Так вот, с Акакей Акатьевичем я столкнулся вот с этим самым моментом, с этим феноменом. И эпизод, который должен был быть у нас 2 минуты, он всего был по сценарию, понимаете. А он стал 15 минут. То есть, казалось бы, ну да, какой же ты профессионал. Так на студии говорили, что, мол, на шее не знает вообще, чего снимает. Но кому объяснишь, что сама работа, сам персонаж заставил тебя двигаться совершенно по-другому? Казалось бы, парадокс, я же его двигаю. Но не я его двигаю. Он меня двигает. Вот. Я его двигаю. Я его двигаю. Я его двигаю. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...